Хейо, друзья, хейо, подружки, сегодня как с вами, Диего, Аркер профессиональный! Как вы уже знаете, Арк Эссендед вышел, и на проекте Арк Айон, на моем проекте, все данные которого находятся в описании, тоже появился сервер по Арк Эссендед. Многие сервера на Офе вылетают. Вот вы хотите поиграть на них, играйте, играйте, они вылетают. Либо забиты, и вас просто не пускают. А где же поиграть? Конечно же, на Арк Айон. Нажимаем неофициальные сервера, а на Фишл, и в поиске вводим Арк Айон. Нажимаем Enter и ждем. И вот он он, No Vibe X5 сервер Арк Айон. 9 человек уже сидят там и ждут нас. Пока что 26 игроков, но вскоре будет слотов больше. А также будет добавлен мощный ПВП сервачок. Подключаемся. Он наш легендарный воитель. А зовут его Воин Ночи. Он будет влетать. Полетели. Так естественно, как реальные выживальщики, мы хотим пробежать... Да-да-да, это не я, не я тот, которого ты ждала. Спавнились на берегу. И тут уже нас ждет чья-то хата с птерчиком. Опа, можем его вдарить. Можем, но я думаю, на него это никак не повлияет. Смотрите, мозг-хопсик. Какой графоний завезли. Ребята, какой графоний в арке в этом. Первобытный человек стоит и смотрит в никуда. Какой-то гаюлий Цезарь, только просто с какими-то большими бицухами. Так, давайте зайдем к нему в гости. И посмотрим, что у него тут есть. Ошалеть. Ошалеть, ребят. Хоть это и ПВЕ, но почему-то здесь есть доступ ко всему. Сейчас кто-то мне напишет в комментариях, как ты можешь красть у своих подписчиков. Ребят, я у подписчиков не ворую. Я всего лишь арендую кирку. Потом, подписчик, найдешь меня, я тебе дам мощную кирку. Потому что я уже разовьюсь к этому моменту. И хорошую кирку тебе подарю. Закрой дверь вообще свою, челик. Нахрена ты распозякал? Терчика сейчас у тебя переклемлю. Какой? Второй уровень, терчик? А вы че таки низкоуровневые живочки-то, а? Пойду-ка я по записочкам пробегу, чтобы и не быть таким лоу-левельным нубом, как вы, граждане. Давайте сейчас, ребят, сразу определимся в комментариях. Мы будем с вами играть со стандартными звуками арковскими? Или мы будем с вами добавлять музыку и разнообразные эффекты? Напишите мне об этом в комментариях. Давайте, вот прямо сейчас спуститесь и напишите. Я тем временем пойду поднимусь и добуду записочки. Так, где они тут вообще есть? Ага, здесь подстроено для того, чтобы записку брать. Все ясненько, все ясненько. Вот эту серию мы давайте со стандартными звуками отыграем, чтобы было атмосферно. Ой-ой-ой, первую записочку мы взяли. Пойдемте на следующую. Сразу на Х4. После Х2 я обычно Х4 всегда их хватаю. Но потому что так лучше идет распределение очечков. Ооо, прям на спауне Смертихату поставили. И заперли ее. Это правильно. Ох, тут сверху залететь можно. Поэтому что запер, что не запер, роли не сыграло. Давайте играть от первого лица, так будет атмосферней. По пути собираем траву и всякие ресурсики интересные. Здесь нет модов. Здесь совершенно стандартный арк. Потому что я считаю, что в АСА на неофициальный сервер нет смысла сейчас добавлять моды. Потому что в него еще не поиграли на обычном режиме. В арк первые добавляли моды, потому что уже устали от самой игры. Нифига себе, какая высокая трава. Ух ты, камни какие, а, летающие. Что это за левитирующие камни такие? Целая стена. О, мои тут, знаете, не знаешь, где краю этого обрыва. Это обманчивые камни какие-то. Почему они взмыли в воздух? Как будто НЛО их в небо поднимает. Все ясно. Так, давайте возьмем Х4. Здесь тоже левитирующие камни. Которые мы, в принципе, можем поднимать. Смотрите. Мы эти камни собирать можем, пока не левитируют. А ну давайте. Х4 хватанули. Уры начинает качаться. И погнали дальше. Ну молчи, свистишь там, целикант. Ух ты, сюда уже плод подогнали. Вот так вот. О, смотрите, в этой марке в новом без багов можно запрыгнуть на плод. Да неужели? Тут чей-то мини-лагерь, посмотрите. Ой-ой-ой, акула пришла. Нифига каких она здесь размеров. В новом арке. Посмотрите, какой у размера мегалодон. Он колоссального размера. Он реально внушителен. А там кто-то свистит, сидит. Вы слышите? Свистун какой-то. Кто здесь свистел? Котелок заперто. Ай. Ого-го, китяра. Ну ладно, аркет-профессиональный сейчас тебе надаст тумаков. Давай, акула. Ой! Она сходу атакует. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Под запиской не хочется умирать. Ребята, акулята! Залезай! Ой. Под запиской умирать точно не хочется. Отвали. Это альфа-мегалодон. Ни хрена он мне подал. Поэтому он такой здоровый. Ой-ой-ой. Он меня чуть не убил с укуса. Сейчас бы, ребятки, остался без всего. Глянь, типа натомили живочки. Прям поставили здесь. Что ни пройти, ни проехать. Он кто-то плещется там. Какие-то убийцы. Другие рыбы. Ой, альфа-мегалодон мне чуть не поддал. Так, где-то здесь должна быть записулька. Я прям чувствую ее. Вот она, коробочка. Ай-яй-яй. Пойдемте еще возьмем. Какой у нас уже уровень? А ну-ка. У нас уже плюс 41 уровень. Но в принципе мы можем, смотрите. Дать себе стойкости немножко. Вот так вот. Дать себе урон в ближнем бою. Чтобы мы могли мощными быть. Вес качается тут просто невероятным образом. ХП-шка. Ну тоже неплохо качается. Давайте 300 догоним. Выносливость. Дали кислород. Еда. Это мы себе дали. Пока что ничего больше трогать не будем. Скорость передвижения, насколько я вижу, здесь тоже прокачивать нельзя. Все равны. Пешкандралом будем ходить. Для этого нужно томить, наверное, живучку какую-то мощную. Для того, чтобы медленно пешком не ходить. Так что, ребят, вся необходимая информация о сервере находится в описании. Заходите, строитесь. А я сейчас пробегусь немножко еще по запискам. И пойду выживать по хардкору. Кто это там? Об кого-то чуть не споткнулся. И пойду выживать по хардкорику. Пойду на самую вершину темного леса, наверное. Да, здесь теперь с любой стороны не зайдешь. Видите, здесь текстуры местности сделали странное. Что только с одной подняться можно. Чем так сделано, не ясно. Какого-то загадочного, что ли, этому месту хотели придать. Вот так вот. Костер чей-то. Так, что там по уровню? Еще 27 сверху. А, нет. Это 27 всего. Слушайте, ну для первоначального развития, я думаю, мне и столько хватит. Поэтому сейчас будем уничтожаться. И идти в место в нормальное строится. Потому что неинтересно мне на всем готовеньком выживать. Если я получу сейчас сотый уровень, допустим. Камни левитируют. Просто жесть. То есть ревитация камней. Ну как, коронация пришла удачно. Тебя можно поздравить, Кратос. Ой-ой-ой. Да, у нас Кратос теперь будет модер дискорда, ребята. Поэтому особо не учудите, Кратос жесткий чувачок. Отстаньте от меня. Северная зона 3. Возродится. Итак, мы на северной зоне 3. Вы сами видели, что там было написано, что здесь опасно. Кто свистит? Ну что так свистить, я не пойму. Целиканты. Кто вообще добавил такие звуки, чтобы вы свистили как бешеные, а? На тебе. Вот так вот. Целиканта забить голыми руками. Вообще возможно ли это в новомарке? Да, возможно. Забилие целикантишку этого. И совсем хп-шку себе не подранили. Итак, давайте собираем на пляже камни. Собираем на пляже дерево. Можем его собрать? Да, можем. Но мы лучше потрогаем кустики. Побьем вот здесь деревяшку. Соломушку. Дувай, левый, правый, левый, левый, правый, 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 левый. Вот так вот немножко подолбили здесь. Соберем ягодки. Волокнишку нужно собрать обязательно. Волокно надо. Давай за грибущими своими руками собирай волокно. 40 есть. Прокачиваемся. Грамма автоматически не открывается. Да, потому что здесь нет модов. Так, давайте костер, каменный топор, копье. Сейчас будем строить. Пока что соломушку предлагаю построить. Пусть у нас соломенное сначала все будет. Это не будем трогать даже, потому что мы сразу будем выходить лучше в кожаную. В кожаную одежечку. Стоп, копейстик. Вот это нам надо. Нам все надо, в принципе. Котелок. Болос. Лучевский. Что? Да, я что уверен. Спрашивают, уверены ли вы, что хотите изучить вот эту вот хрень. Конечно, хочу. Что за вопросы такие? Странный вопрос задают. Кожанку. О! Это нам надо. Кожаночку изучаем. Так, а печь мы изучили? Мы уже можем, видите, металлическое оборудование выходить. Наркострелы. Парашютик. Нам нужно верстак изучить. Где-то здесь должен быть. Вот он. И плавильная печь. Но, в принципе, давайте начнем с простого. Что мы там можем? Кирка. Ладно, давайте хотя бы кожаночку, точнее обычную курочку скрафтим себе. Пусть будет. Копьецо есть. Сейчас кремушек долбанем. И будет нам камень. Топор точный камень. Солома, смотрите, как хорошо идет. Ой, соломушка летит. Солома тоже надо побольше. Так. Подобываем вот этот вот камушек. О, кремень сыпется. Пусть сыпется. Пусть знает, что он нам нужен, этот кремень. Так, теперь давайте бахнемся. Вот это. Факелок. Костерок. Сразу себе все сделаем. И сейчас мы выдвигаемся, охотиться на какую-нибудь живность. Нам нужно, знаете, первоначальную кожицу собрать, для того, чтобы мы сделали первый болт у себя. И все будет хорошо. Но я думаю, для этого нам нужен все-таки лук. Потому что охотиться с каким-нибудь факелом здесь не вариант. Потому что здесь не будет слабых существ. Скорее всего, здесь и не будет весьма мощное. Так, еще немножко волокна давайте. Опа! Человек на Аргенте! Блин, я забыл, что это ПВЕ. Эй, парень! Ты слышишь меня, воитель? Да-да, ты! Ты на Аргенте на горе! Как слышно меня? Никак не слышал. Он меня даже не услышал почему-то. Так, давайте выходим в лук. Не хватает волокна. Там нужно 50. Ни хрена себе волокнистая какая у нас местность тут. Давайте волокна собирать. Че ты камни собираешь? Тебе волокно надо. Тут левитация какая-то опять происходит. Убираем эти папоротники. О, паразавр! Я думал, нам здесь придется саблезубьми драться всякими кошками. Это все-таки за этого северная зона. Здесь, по идее, должно было быть страшно. Но нам не страшно. Так, собираем. Нужна куча волокна, потому что нужно на лук волокно и на стрелы. Смотрите, там даже фиомия ходит. Да какая северная зона опасная. Что здесь опасно? Здесь даже холод не бьет. Кажется, нас где-то обманули. Так, лук делается. 55 стрел. Нет, 55 мне не надо. Давайте 30-очку. Вот такую воевую 30-очку. И нам этого хватит. Ставим лук на изготовочку. И погнали. Три стрелы у нас откуда-то было. Либо они начали быстро очень крафтиться. Вон не фиомы ходят. Представляете, они ходят в стаи. Мы с Тамарой ходим парой. Говорят фиомушки. О, дилка! Ошалеть! Я думал, у нас тут вообще не будет созданий, с помощью которых мы сделаем себе кожаночку. Ага, больше нет у тебя автоинаведения. А им кончился. Теперь моя очередь тебя ушатывать. Стрелы мы с нее забрали. Кожицу собрали. Что это за отпечаток лапы тут остался? А что за отпечаток лапы? Серьезно. Это вот мои следы. Ошалеть! Что за графоний, конечно! Что за графика? Посмотрите! Ай-яй-яй! Ошалеть, ребят! Подграфонистая вещь. Так, у нас есть немножко кожи. Давайте на Птера Болос накинем. А вдруг он у нас каурами, этот Птер, и мы его сейчас приручать начнем. А ну? А можем еще один Болос? Да, можем. Один Болос пойдет у нас на Птерочка. Давай, охотник! Быстро крафтим, потому что нужно на него нападать уже. Тихо, целиканты! Тут дилки почему-то агрессируют. Нам нужно к Птеру именно. О-о-о-ой! Прогружаться что-то стало. Какие-то фрезы неясные. Так, какого ты уровня? Чего я не вижу? Пятнадцатый! Почему такой низкоуровневый? Ты что, нападаешь на меня? Не вздумай, дилка! Пятнадцатого уровня Птера. Ошалеть! Но ты низкоуровневый, конечно! Отлетел. Добавляем его. Это Авераптор, принедилка. Ему, в принципе, пару стрел и хана ему. Догоняем. Я истинно охотник. Неужели я промахиваюсь? Так. Я слышу звук. Я слышу звук Терезины! Есть же скорость передвижения, нельзя качать. Похоже, нам от нее не убежать, да? Воду от нее, воду. Поглубже. Чем глубже мы прыгнем, тем меньше вероятность, что нас догонит. Ага, глупая резинка. Идет, идет, идет за мной. Шлепай там, посмотрите. Что? Нет! Ты что делаешь? Ребята, что она делает? Так в арке не работает. В арке так ничего не работает. Успокойся. Глянь, поддала мне. Ошалеть, ребята! Она сошла с ума. Нарушает все арковские правила. И тем самым заставила меня поплыть... Да плыви ты, дурак! Поплыть в лютую зиму. Сейчас меня унюхает какие-нибудь пираньи еще вдобавок. Целиканты свистят тут какого-то хрена. Вон она дает, отпинала меня, ребят. Выгнала с хорошей местности и загнала в зиму. Вот так, похоже, и начнутся наши страдания в зиме. Потому что нас выгнала терезина. Мы даже птера не успели, кажется, добыть, да? Игонадон ходит. Слушайте, агонадон нам нужен. Давайте изучим дубину. Дубину. И сейчас будем ему нагниживать, надубинивать, так сказать. Какого он там уровняет, Игги? С помощью гонадона мы, по крайней мере, путешествовать по местности сможем. Да и он хорошо собирает ягоды. То есть мы будем сыты. И не только ягоды, наркобырки. 20 уровень гонадона. Думаю, как первая самая живка. Варки Сэндет, хорошая. Нам пригодится. Давайте. Давайте нагниживать его, надубинивать. Все, надубиниваем его. Близко подходить нельзя, иначе он драться начнет. Будем оховячивать его спереди, только тогда, когда он встанет на все лапы. Иначе он нам сам сейчас двинет с этих мощных лап, и трындец нам будет. Ой-ой-ой, нагниживание происходит максимального образа. Вот видите, видите, чуть не втащил нам. Но кажется, на него... Ох-ох-ох, все, пошел процесс. Давайте-давайте, есть. Есть. Кладем в него ягодки. Извини, Мэша Берри для тебя нету. Нужно сразу в седло на него выходить. Давайте, седлышко. Седло на Иге. Где оно там? И Гуанодон. Вот он, тридцатый уровень. Типа не можем, да? Нужно с двадцать девятой. А вот и можем. Сейчас веса себе еще немножко бахнем. Видите, у нас секретные очки есть. Будем им пользоваться в самый важный момент. Пока что я не вижу смысла их прокачивать. Так, Иге, мы можем на тебя седло сделать? Не хватает волокна. Хорошо, подберем волокна. Давай, вот с этого волокна пособираем. Собирает только ягоды. О, что-то собирается тут. Это дерево поднимается. Тихо, 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 пролаги пошли. Это прогрузка мира. Говорялись, что он бесшовный будет. Почему прогрузка? Такие вещи происходят тут. Так, волокно есть. В принципе, у нас уже делается седло на Иге. Так что мы сейчас его поднимем. Почти приручился, что ли? Нет, вон желтая полоска показывает. Наполовину лишь только. Сколько у нас есть кожицы? 24. Этого не хватит. Куртка есть? Да и все. У нас теперь на полос не хватает даже кожи. Ошалеть! Я все потратил. Как всегда. Нам нужно теперь поохотиться. Пока Иге лежит, давайте немножко поохотимся. На кого-нибудь низкоуровневого и неповоротливого. О, Авераптор! Извини, Авераптор, но кажется тебе нужно тренды дать. Нагниживаю. Нагниживаю тебя, Авераптор! У меня было 20 стрел, как-никак. Есть. Профессиональный выстрел. Еще один. Еще один. Следующая Фиомия, ребят, на этом. На приколе потом. Там дети Фиомские были, вы видели? Ой, ребят, мы начнем сейчас их приручать. Давай, Авераптор! Что там, 150 в уровне, что ли? 7 стрел осталось. Капец. Ребята, будем гоняться за одним Авераптором полгода. Я уже думаю, с удара топора будет нагниживание быстрее происходить. Как же он быстро носится. Есть. Нагниживание ударом топора. О, Курза хорошо идет. 80 кожи. Что мы можем сделать себе? Куртка есть. Штаны есть. Шапка есть. Перчатки на ботиночке не хватает. Возможно, волокна? Ну-ка, давайте в слот их поставим и пособираем волокнишко. Так. Уберем эту отметочку. Непонятно. О, на сапожке хватает. В принципе, мы сейчас одеться сможем. О, какой красавчик. А что ты весь светишься? А что она белого цвета? Ты какой-то засвеченный. Почему у тебя белого цвета в побелке в какой-то? Кожанка. Не пойму, ребята, что за засветы? Почему кожанка белого цвета? Так надо? О, ребята, на первый бак наткнулся. Что ей такое? Стоило мне кожанку нацепить, и уже вот они. Руки-базуки. А чем-то я машу посередине. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, маленький мой? Схвачу тебя руками и забодаю чем-то, чем надо. Что это такое, ребят? Не хочу даже представлять, что это такое. А на факел так же? Нет, факел нормально. Кирка? Кирка тоже нормально. И топор подчинился, ребят. Все, топор тоже подчинился. Чиним баги в прямом эфире с вами. А ну, на мартышку? Зачем ты на мартышку? А ну, на мартышку не надо. А ну, не надо, на мартышку. Давай со мной, если хочешь. Ну, и на мартышку ни в коем случае. Ага, плеваться хочешь? А им у вас нету в Эссендеде. Поэтому удар ты не переживешь. Так, нос Иги притомился, вон он. Автоматически метка ставится о притомленном животном. Это мне нравится. Погнали к нему. Вон Игонадоша, вон наш Иги. Первая наша живочка в арке Сендед. Вот он бегает на двух ногах. Чем хороший Игонадон? Тем, что у него не расходуется стамина. Причем, абсолютным выразом. Вы посмотрите, значок даже не моргает. Этим Игонадон и хорош. Но наша задача какая, ребят? Уйти жить в лютую зиму. Видите, пока мы это сделать не можем, потому что нас начинает дамажить. Поэтому вот здесь будет наша первоначальная база. Смотрите, как интересно. Здесь жарко, а здесь уже холодно. Поэтому базу надо строить, наверное, вот здесь. Вот прямо на этом месте мы базу строить и будем. Так, животные, не мешайте. Потому что здесь у нас будет база. Так, давайте собираем дерево. Побольше давайте ресурсов соберем. Дерево есть. Солома. Соломка есть тоже. Солома, говорится, много не бывает. А вот волокна? Давайте волокно собирать. Волокна нужно много. Здесь, кстати, я не видел металл. Зачем нам строиться там, где нет металла? А вот интерес какой. Какая каменная жила? Да, это каменная жила. Металла здесь нет. А ну и гонодон. Пойдем поищем металл. Есть ли вокруг или нет? Если нет, то мы здесь строиться не будем. Зачем нам местность без металла? О-о-о. О, вес качается хорошенько. Все, вес прокачан. Теперь можно дальше двигаться. Напишите, ребят, в комментариях, как вам вообще эта местность? Стоило ли построиться здесь? Или я правильно делаю, что иду искать другую? Так, ты почему в перевесе в каком-то? Тебе ягоды отправляют в перевес? О-о-о, и сколько у меня дерева. Половину я выкину. Камень, наверное, выкину. Эти ягоды тоже. В принципе, они мне сейчас не нужны. Все, в итоге теперь никто не в перевесе. А ну, побежали. Найдем местность с металлом. Стоп. Это ж металл. Это ж металл в огромных количествах. Кремень собирается? Нет. Но это очень похоже на металлическую жилу. Ну вот это точно, ребят. Ладно, вот это. Камень какой-то собирается. Да в огромных количествах, посмотрите. Но это точно металл? Странно. Или здесь металл собирается только каменным? Точнее, металлическим оборудованием. Сомневаюсь, такого не должно быть. Ты металл? Нет, это же простой камень. Капец, конечно. О-о-о, деревья как валят. Дудошвили с маленькими дудошками, смотрите, ходит. Юнец Дудо. Ладно, мы какую-нибудь живочку себе еще заведем. Нам сейчас не до живочки. Нам нужно найти металл. Да-да, тихо, только не вой. Ой, как красиво, ребята. Это раптор. Ты нам сейчас не интересен, мы у меня на тебя пробежим. О-о-о, записку еще откроем. Ага. Смотрите, королева пчел просто так лазит. Насылает пчелок. У меня, к сожалению, цветка нет редкого. Ни хрена, Вадиморф, кричите. И туда не знаю куда. Нам нужно двигаться ближе к северу. Здесь нам быть не надо, здесь жарко. Наша задача выжить в жестком севере. Ох ты, что тут есть, смотрите. Белый, желтый луч, желтый. 45 уровень для открытия нужен. Ладно, будет я 45 уровень. Давайте дадим немножко сюда. Вес догоним до 1000. Удар дадим себе чуть-чуть. Стойкости. Я уже могу открыть. Что есть у нас? Опа, мех! Так, генератор седлона сумчатого на мамонта при платформе подъемника. Так, все это забрали мы. Видели, вы забрали и в луч до сих пор могли смотреть. То есть он не исчезнет, пока мы не выйдем из меню? Или как? Он карнач кого-то забивает. Нам нужно в зиму. Шапку можем сразу нацепить. Это рецепт. Это рецепт. То есть мы можем наделать себе теперь шапок. Очень мощно. Так ли стразоврики, вы что тут журчите? Ой, ну у нас, ребят, сегодня и путешествие. Но мне нужно дойти, дойти до этого севера. А дойду ли я туда? Вы узнаете в следующей серии. С вами как вся Диего. Аркер профессиональный. Обязательно ставь лайк, если тебе понравилось начало нашего выживания. Мы увидимся там на новом видео или стриме. Я считаю так. Так, так, раптор, так. Тихо, 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 тихо. Не нападай на нас. Пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой, на них напал. Ну это зря. Сейчас удар будет тебе. Вот так вот, леща отцовского, отхватил раптор. Я считаю так, ребят. Прежде чем начинать всякие пвп, жесткие выживания и тому подобное, в новом арке, нужно сначала пройти его в ванилку. Ну, что мы будем делать на проекте Арк Айон ПВЕ Х5. Вся информация, серия находится в описании. Как его найти, я вам тоже уже показал. Встретимся здесь. Всех люблю. Обнимаю. Всем пока. А он какой-то игрок. А ну, пойду покричу ему.